привет меня зовут наталья добро пожаловать на мой канал моя американская история сегодня у нас видео не про соединенные штаты а про кристаллы которые я получила в подарок от свекрови которая проживает в колумбии и она прислала мне несколько кристаллов в подарок ну и еще некоторые кристаллы я заказала сама надеюсь вам будет интересно ну а начнем с вами с кристалла горного хрусталя здесь а в соединенных штатах вот такая вот штука называется classer я не совсем уверен как от называется по-русски на уникальность этого горного хрусталя в том что он как вы видите идет на камни он как бы в породе если я правильно выражаюсь у меня такого никогда не было то есть у меня были просто кристаллы из горного хрусталя без породы да у меня были вот такие вот кристаллы горного хрусталя которая купила в геологическом магазине но как вы видите они как бы натуральные И все такое, как их откопали, так и продали. Но никогда у меня не было такого, что горный хрусталь вот прям шел на том камне, на котором он вырос. Очень интересно. Ну и сам, естественно, горный хрусталь, он больше, чем вот тот, который я купила в геологическом магазине. Сама несколько месяцев назад, такой есть большой, кристалл горного хрусталя, а к нему еще из него или около него еще куча маленьких, как будто бы семейка горного хрусталя. Родитель с детками. Очень интересно. Красиво такое. Горный хрусталь, особенно вот здесь, он наверху довольно-таки такой прозрачный. Не очень много включений, здесь уже, конечно, внизу их побольше. Ну, очень интересно. Такая красота. Следующее, что я бы вам хотела показать, так это вот такие вот оголтовочки. Здесь они называются Тамблстоун оголтовочка из, по-моему, по-русски это называется Сакуровый агат, что ли. Здесь он называется Цветочный агат. Если приглядеться, то в нем вот есть, да, вот такие вот, как будто бы цветочки от вишни Сакуры в виде куба оголтовочка. Следующий это Солнечный камень. Если вы приглядитесь, то увидите, что в нем такие вот блестки, как будто бы рассыпаны. Очень похож на авантюриновое стекло. И, насколько я понимаю, вот это авантюриновое стекло, может быть, я, конечно же, могу ошибаться, но вот мне все-таки кажется, что вот на этот камень пытались сымитировать. Только авантюриновое стекло, это, естественно, синтетический камень. Это как бы стекло, и в него добавили медь, но вот и вот этот медь представляет вот эти вот блестки на авантюриновом стекле. А вот здесь я не совсем, я в химии не очень хорошо разбираюсь, я не знаю, что именно создает вот этот эффект блесток, но просто не могу поверить, что природа могла создать сама такую красоту. Такое ощущение, что это, ну, человек блестки туда высыпал, хотя на самом деле это все натурально. В общем, так он называется, солнечный камень. Следующий это садолит. Вот он, тоже галтовочка. Аквамарин. Это поделочный аквамарин, не самого лучшего качества, он абсолютно непрозрачный, но, по крайней мере, натуральный. Такая красота. Следующее, что я бы вам хотела показать, это у нас дымчатый кварц. Он довольно-таки прозрачный, я думаю, вы можете видеть, да, мои пальцы через него. Здесь очень мало включений, довольно-таки прозрачный, но я уже на своем канале по алмазной мазаке делала подобное видео и говорила насчет дымчатого кварца. Вообще, я была очень удивлена. Посмотрите, здесь даже, видите, радуга есть. Вот она на этом дымчатый кварц. Что дымчатый кварц, чтобы получить вот такой вот темный цвет, его нагревают. То есть нагревают не дымчатый кварц, а нагревают кристаллы горного хрусталя. И из горного хрусталя, в принципе, получается дымчатый кварц. И один из критериев, да, как определить, это как раз-таки вот такой вот темный цвет. Нет, ну есть и, конечно же, натуральный дымчатый кварц такого темного цвета. Но вообще, обычно вот такой вот прям темный цвет, еще с белым основанием, если в нем есть белое основание или белые включения, не темные, а коричневые, да, то это вот показатель того, что, скорее всего, это горный хрусталь. Нагретый, как бы дымчатый кварц, он не редкий камень. То есть я была уделена, потому что, ну, господи, если он не такой редкий, зачем же его-то еще подделывать? Так что, в общем, это дымчатый кварц. Дальше это уже мною купленный камень. Это фиолетовый агат. Естественно, он крашеный, точно так же, как вот эта вот подставочка, видите, у меня. Тоже из агата, на котором стоят кристаллы. Это тоже крашен агат. Это натуральный камень, но крашеный. Я видела, существует фиолетовый агат натуральный, но, естественно, цвета не настолько яркие. И они довольно-таки вот темноватые, не темноватые, я бы сказала, они такие приглушенные. Чем-то похожи они на поделочного качества чароид. Такие приглушенные, не яркие абсолютно сиренево-фиолетовые цвета. Вот, но это, естественно, крашеный, но, тем не менее, он все равно красивый. Ну и последнее, что я вам хотела показать, а не последнее, предпоследнее, это сердолик. Также я на своем канале об алмазной мозаике говорила об этом. Есть такая штука, называется сердоликотерапия. Я вообще очень, знаете, осторожно отношусь к вот этим всем метафизическим свойствам кристаллов, к их, так сказать, healing properties, что они там лечат, если к этому нет какого-то такого более-менее научного объяснения. Ну так вот, в 30-х, 40-х годах прошлого века был такой биолог, как Бадигина. Это женщина Евгения Бадигина, насколько я помню, ее первое имя было Евгения. И, если интересно, почитайте, сердоликотерапия Бадигина и анабиолога. И вот она делала эксперименты с помощью сердолика, когда она через сердолик пропускала горячий воздух. И этот горячий воздух, проходя через сердолик, на котором есть этот, тоже одно из условий, вот такие вот белые полосочки, создавала так называемую сухую радиацию. Я, конечно, могу коряво об этом говорить, потому что я не ученый, ну так вот, да, главный смысл. То есть пропуская горячий воздух, например, там от фена, да, когда горячий воздух проходит через сердолик, и на нем есть вот такие вот белые полоски, то эти белые полоски преобразуют этот воздух в какую-то там сухую ради... Как это сказать? Радиоактивность, не радиоактивность, господи, забыла слово-то. Радиацию, боже мой. Ну вот, и вот эта радиация как раз ускоряет все эти вот лечебные процессы, особенно это было применимо на солдатах во Второй мировой войне, когда не было ни лекарств, ничего, и вот было замечено, что вот эта вот сердоликотерапия, она помогает, она ускоряет залечивать раны, заживлять раны. Также на воспалительные процессы она благотворно влияет, также помогает, например, там горло, да, болит, вылечить это все. То есть, короче говоря, несколько условий нужно. Нужен сердолик вот с такими белыми полосками, именно они и делают эту, так сказать, сухую радиацию. Сердолик не должен быть весом больше 45 граммов, и через него, например, вот если, да, есть насадка на фен, да, то есть в эту насадку положить сердолик и пустить горячий воздух, да, включить фен и облучать, да, обдувать себя этим феном не больше 50 секунд. Насколько я помню, у Бадзигина было не больше 50 секунд, облучать опять, направлять вот этот горячий воздух на ту часть тела, да, которая болит, горло там, например, да, или рана на, где-нибудь там на руке. Вот я еще с этим не экспериментировала, почему у меня начинает горло побаливать. Надо бы сейчас направить горячий воздух. Может, и я вам расскажу, поможет или нет. Вот, практически все. Ох, господи, на 8 минут наговорила. Ну и последнее, что я вам хотела показать, вот эту вот красоту. Я очень люблю флюориты, и, наконец-то, мне пришло флюориты. Ну, это не первый, конечно, мой флюорит, голубой, но и один из. Голубой флюорит, то есть он не совсем, конечно, голубой, но здесь очень много голубого тона, голубых оттенков. Я очень люблю флюорит, особенно с голубыми оттенками. Сейчас я вам покажу, как это выглядит на свету. Вот так, смотрите, немножечко, да, отсвечивает. Ну, и очень красивый такой камушек. Обожаю флюоритик. Я не знаю, может быть так? Нет, так тоже не видно. Ну, в общем, сейчас я вам покажу, как на свету выглядит. Как-то вот камера не передает. Как-то я вижу, но камера не передает. Сейчас я его положу на свет, на лампу, и вы увидите. Оставайтесь со мной. Ну, а это то, как он выглядит на свету, когда свет через него проходит. К сожалению, солнце как-то не очень на камере хорошо отражается. А вот на этой подставочке очень интересно. Видите, здесь даже как будто бы палочка, как будто веточка, да, идет. Такое ощущение создается. Вот как, знаете, морское дно, морской мир какой-то. Очень красиво. Это одна сторона. Это как он выглядит с обратной стороны. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, вам видео понравилось. И счастливо!